а и кто этот документ оформляет некий боруцкий в который скрывает свое имя а почему он скрывает своими они просто наши права и свободу вытирают свои ноги вот господин бурлутский с огромным удовольствием вытирает ноги о права и свободы других граждан. Вообще-то нормально, вот если мужики нормально попытаются, за такие дела сразу рожу бьют. Сразу, сходу. А он вилым, оскорился за мантией, прячется. А он-то почему этого не делает? Про Фомо он нам, про Ирёму. В огороде Бузина в Киеве дядька. Вот он занимается обманом, введением заблуждения. Он интерпретирует закон. Он же не имеет права интерпретировать и пояснять закон. Совершенно он обязан только его применять. Применять закон. Наводить порядок надо. Господин Бурлудский что-то, увидим, на сосед перепутал. Такое вот там, это самое, мелочка. Вздручьте, чтобы в сознание пришел. У него свое собственное Бурлудское право. Какой-то он пишет своим Бурлудским правом, идет в одно место. И там свое право реализует. От своего имени всякую херь пишет. Снимай свою мантию, довали на все четыре стороны. А он начинает нам что-то тут рассказывать, сказки. Решил поумничать, что ли? Так это забавно выглядит. Он подменяет понятия. А зачем нам такой судья? Потому что мы его схватили за руку. Он не проверил. Он же неадекватно своими демонстрирует. Так адекватно это судья или неадекватно? Нет, конечно. Правосудие по Бурлудскому. Места вынесения этого определения, где нету. Номер дела, где он же решил с вами поиграть на перске. Он даже здесь путает глаголы, если придираться-то. Введет людей в заблуждение. А он это скрывает. Занимается процессуальным самоудовлетворением. Где у тебя вот это? Господин Бурлудский. За наши с вами деньги. Они с нами играют. Они глумятся над нами. Его близко нельзя подпускать к осуществлению правосудия, а он мантию натягивает. А его не надо бить. Его надо просто в хорошие такие объятия взять. Техника мошенничества отработана. И мы должны ему верить. Он начинает вешать нам лапшу на уши. Он нам впаривает фушло. Превышает свои должностные полномочия. Да. Это заведомо неправосудие решение. Закон о своей булке не тирает. Зато вывод из закона он позволяет себе сделать. Он же пишет Бурлудский. Давай смотрим закон. А он что пишет? Обжалование не подлежит. И вот здесь сидит перед нами щеки надувает. Ну нет. Ты должен себя безопасить. Скажите, видите, там расселись по местам. И сидят, ничего не делают. Я обращаюсь, обращаюсь. Ответов нет. Они норовят все устно ответить. Наводить порядок надо. Этот инструмент, судебная власть, это инструмент. А он разболтан сегодня. Этот инструмент. Те функции, которые заложены в законе, этот инструмент почему-то не исполняет. Вот я вам демонстрирую. Потому что я как только начинаешь по нормам процессуального права проверять любой документ, сразу все становится на свои места. Ну все, сразу перед глазами. Вот оно. То есть если норма материального права, там они еще могут где-то чего-то, где-то могут чего-то, хотя и там тоже трудновато. Меня судьи учили, говорит Виктор, если пойдешь до конца иди. Судьи меня учили так. Потому что закон сконструирован так, что ты в любом случае, куда-нибудь в какой-либо угол ты его, ты загонишь то лицо, которое нарушает закон. Самое главное четко представлять свои действия, играть по их правилам. Правила вон много процессуального права установлены. По их правилам играешь и я играю по их правилам, не по своим. Вот где. Что тогда? Готовлю бумагу, текст какой, требует установить местонахождение, определение? Да, конечно. Не только, а заявление это принято. Оно у тебя зарегистрировано? Через ГАЗ правосудие. А, зарегистрировано. 16 июня. 16 июня. Сегодня 2 июля, уже две недели прошло, как минимум. Надо тогда писать в окружной суд. Скажите, господин Бурлутский что-то, видимо, совсем перепутал. Осуществление правосудия с процессуальным анонированием, такое вот там, это самое, немножечко. Вздручьте, чтобы сознание пришло. А то что-то, видимо, у него сознание, то не все в порядке. У него свое собственное бурлутское право. О, да. Какого-то отпуска своим бурлутским правом идет в одно место. И там свое право реализует. А здесь, извини, не надо нам, а то, значит, от своего имени всякую херь пишет. Не нравится, не умеешь, не справляешься с нормой, это, не справляешься с деятельностью. Да где? Снимай свою мантию, да ввалили на все четыре стороны. Я посмотрю, как ты свои, по***, способности в этой жизни реализуешь. Деньги-то видать нет. Деньги-то в полном объеме получает. На свою поганенькую-то работу. Бурлутским, да, занимаешься? Да, я уже заканчиваю. Немножко осталось. Заключительные части. И я отправлю тебе сразу документ, как только подготовлю. Ты что, готовишь эту частную жалобу на два его определения? Да, на два его определения готовлю. Ну и разъяснение, заявление, разъяснение. Пусть еще раз продемонстрировать свою дурь. Нам-то важно насобирать как можно больше информации о его дуре. Поэтому с удовольствием пишу. Заканчиваю. Вот она у меня фактически. Тут осталось сколько? Ну, обзаться два-три осталось достаточно, в принципе. Я считаю. Слушай, смотри, такой вопрос. Завтра после двух пригласили ознакомиться с материалами дела. То есть, получается, больше через восемь дней после первого этого заявления на ознакомление продолжать долбить их или завтра просто ознакомиться? Если пригласили, значит, приходишь, знакомишься, отмечаешь, что ознакомился с материалами дела. А долбить зачем, если я ознакомился? Нет, я еще не ознакомился. Завтра только. Ну, поблагодарить за оперативную работу. Целых девять дней пришлось долбиться для того, чтобы ознакомиться с материалами дела. Даже, даже написать не целых, а каких-то всего лишь девять дней. Могли бы и полтора месяца поэта, по-моему, выжить. И таких способностях офигительных. Сейчас давай открою. Об обеспечении возможности ознакомления с определениями. Два определения-то они не показали? Не, не предоставили. Напоминалка. Розыск определений, да? Угу. Сейчас посмотрим, что там. Частная жалоба, напределяем и выставление апелляционной жалобы. Так, розыск определений. Ну, раз дело до сих пор в сургутском суде, я предполагаю, что он отклонил эту жалобу, оставил без движения опять. Ты не можешь ничего предполагать. Время, ты можешь хоть что. Зачем тебе предполагать, когда нужно располагать? Угу. Вот смотри, мы не должны уподобляться господину Буруцкому. Вот смотри, в то же время непонимание установленных судом обстоятельств и последствий принятия судебного акта не может быть разрешено путем разъяснения решения суда. Вот пишет господин Буруцкий. Давай зададите себе вопрос. А в нашем заявлении, разъяснении решения суда было требование, значит, разъяснить последствия принятия судебного акта. Были сведения о том, что мы не понимаем последствия принятия судебного акта или не было? Не было. А зачем домысливать? Вот он, господин Буруцкий, домыслил. То есть, еще раз, должно быть четкое понимание. Это есть, либо этого нет. Раз этого нет, этого нет. Действительно или что? Мы обратились с Буруцкого устребования рассказать про счет, который он там написал, да? Так ведь было? Ну, давай, открываю. Вот. На имя ИСА для оплаты коммунальных услышек открыт лицевой счет. При этом большим отсутствует сведения о лице, открывшем этот лицевой счет на имя ИСА, а также об основаниях и дате его открытия этого счета. Открытие этого вопроса. Правильно. И задавал вопрос, так а есть эти сведения, материалы, материалы дела есть или что? Раз он пишет, он же определяет все вопросы-то, не мы. Он написать, написал. Нас интересуют сведения лица, открывшим этот лицевой счет на имя ИСА, а также об основаниях и дате открытия. Такие мы вопросы поставили. Так ведь? Более того, если мы указали, что в случае отсутствия таких сведений в распоряжении судьи, пусть укажет, все, больше мы ничего не требуем. Так он на наш этот запрос, он не отвечает, он отвечает на какие-то свои запросы, он с головушкой, то не все в порядке. Сначала проверив обоснованность довода заявления. Отлично. Если обоснованность довода, так ты тогда и сделай вывод о том, что да, действительно, высказали заявление, а отсутствует указанность сведения о том, что на имя ИСА для оправды открыт лицевой счет. Где в определении? Если он проверяет обоснованность довода в заявлениях, он должен согласиться либо опровергнуть их, правильно? Угу. Но он не согласился и не опроверг их. Чем подтверждается, что он обоснованность доводов-то заявления проверил? Ничем. Если он говорит, изучив материалы дела, он должен был сказать, что он изучил. Какой материал дела он изучил? Вот ты можешь сказать, какой он материал дела изучил? Какие материалы дела? Я, например, если я изучаю, я говорю, я изучил исковое заявление, да, или я изучил решение судьи, правильно? Я ссылаюсь на конкретные материалы дела и говорю, что там указано. Вот я изучил материалы дела. Я проверил обоснованность, а он-то не проверил. Нет, ни одного листа не указано. Ну, так если ни одного листа не указано и не указаны те документы, которые он проверял, значит, он ничего не проверял. Я правильно понимаю? Ну да. Ну, так мы про это и говорим. А че нам, а че нам, извини, с вами играть на перске? Если ты проверял, так ты согласись, либо не согласись. А он начинает нам что-то тут рассказывать, сказки о том, что мы чего-то там, во-первых, придумал, то, что мы, значит, мы не понимаем последствия принятия судебного акта. Так мы это не его дело определять, понимаем мы или не понимаем. Мы сами можем сказать, понимаем мы последствия принятия судебного акта или не понимаем. Мы его об этом не просили. Решил поумничать, что ли? Так это забавно выглядит. Ты сначала документ научись грамотно оформлять, а потом домысливая за нас. А для чего, Антон, мы поставили, подали заявление? Для того, чтобы понять сущность господина Буровудского. Он подменяет понятия, подменяет и любит играть на перске с людьми, которые от него обращаются с защитой, прав и свобод. А зачем нам такой судья? Вот это его определение. А вот наше заявление, где? Вот я ему пишу. Вот мы, смотри, вот по порядок порядок оформления документа. Ознакомившись с определением, я сразу говорю, с каким определением? А 24 июня. Правильно? Угу. Все. Что установил? Заявитель обратился Буровудский городской суд. Заявление о Буровудске решила гражданскому делу. Я описываю, что я сделал. В котором потребовал. Переписываю требования. В конце вот, которые требования указаны, предоставить ему разъяснение по вопросам, так, какой документ содержит среднее лице, которое открыло лицевой счет на время месяца, а также об основаниях и дата его открытия. Где в материалах, где размещен документ, который содержит недостающие сведения. В случае отсутствия распоряжения судьи, да, Буровудского, затребованные фразы, отразите это обстоятельство в определении. Все ведь ясно. Угу. Ну, если, в принципе, он мог бы ответить, в моем распоряжении такой информации нет. Достаточно. Я правильно понимаю? В моем распоряжении такой информации нет. Согласиться с тем, что да, действительно, такие сведения отражены в решении, да, а потом сказать, такой информации в моем распоряжении нет. А что это самое? Нам щуки-то надувать. Если она у тебя есть, так предоставь, а если у тебя нет, так скажи, я не знаю про эту информацию. А он тебе знаешь, почему так делает? Потому что мы его схватили за руку. Он не проверил. Нам не нужно сейчас доказывать, что он не проверил эту информацию. Своё определение он вынес, он уже фактически показал, что, во-первых, он не рассматривает наши доводы должным образом. Правильно? Угу. Доказательства мы получили. Должным образом. Более того, при вынесении решения, этот вопрос, который мы его поставили, он его не рассматривал, не разрешал, хотя это его обязанность согласовать требования части 5 ст. 67. Вот я тебе рассказал, каким образом я разбираюсь с этими, с этой *** судейской. Вот надо так себя и вести. Надеюсь, я понятно объясняю, что я делаю и как я делаю. А в противном случае мы будем до бесконечности бегать за этой ***, которая сегодня с нами играет на перске. Мы сжимаем информацию, а не расширяем ее. Направлять будем куда? Сразу в ХМАУ? Да, в ХМАУ. Я сопроводительное подготовлю в связи с демонстрацией неким Бургутским, неспособность осуществлять правосудие надлежащим образом. В совершении действий, демонстрации неспособности понимать значение своих действий и руководителями. Вот мы про это и напишем в сопроводительном. Мы вынуждены направлять напрямую. Он же не адекватность с ними демонстрирует. Абсолютно. Вот смотри, он пишет, определение обжалования не подлежит. Он же так пишет. Ссылается на статью 203.1, правильно? Ну, давай открываем статью 203.1. Это что? Вот она открыта у меня. Но определил на суда, может быть, подана частная жалоба. Так адекватный это судья один, адекватный? Нет, конечно. Ну, так вот. И не надо ничего здесь придумывать. Всю информацию, которая есть, значит, нужно проверять. То, что там в отношении тебя он такие действия совершил, это одно. То, что он продолжает вести вот это правосудие по-берлудскому. Об этом тоже надо рассказывать. В том числе, вот мы действуем каким-то. Людям-то надо рассказывать, каким образом мы выявляли его недобросовестные действия. Многие-то люди не понимают, что нужно делать в суде и как нужно вылавливать вот эту *** в судейской мантии. Определение названия. Какое определение? Хрен его знает. О чем оно? Пока не прочитаешь, не поймешь. Ну, ладно, бог с ним. Значит, дата проставлена. Город Сургут. Город Сургут это где? Места вынесения этого определения. Где? Нету. Далее. Кто выносит это? Каким судом вынесено определение? Судом, а не судьей. Открываем опять же 225-ю статью. Реквизиты обязательны для данного вида доказательств. Вот они перечислены все. Мы должны четко это понимать. отсутствует какой-либо реквизит. Все. Документ получен с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может вызывать юридических последствий. Открываем. В определении суда должны быть указаны номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место вынесения определения. Вот мы с тобой смотрим. Вот. Вот оно определение. Ну хорошо. Номер дела. Где? Как это определение связать с номером дела? По какому номеру дела это определение связывается? Нету реквизита. Раз этого реквизита нет, значит документ получен с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может вызывать юридических последствий. То есть перед нами фактически оформлен ничтожный документ. И кто этот документ оформляет? А и мы не знаем кто. Некий Бруцкий ИВ, который скрывает свое имя. А почему он скрывает свое имя? А потому что он якобы судья, но он вправе действует только в составе суда, а определение выносит суд. В данном случае Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа ИГРЫ выносит определение. Должно быть написано в составе судьи Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа ИГРЫ Бруцкого ИВ единолично, если он единолично выносил это решение. Рыба в составе. Там в том числе. Здесь этого нет. Документ получен с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может вызывать юридических последствий. Вот смотрите как вот это. Обычно мы, вот я читал историю, обычно у холопов, холопам нельзя было писать имя отчества. Их называли там Ванька, Сенька, там фиг по разуму. Булгаков Антон Николаевич. Четко написано фамилия, имя, отчество в соответствии с требованиями статьи 19 гражданского кодекса. Бруцкий о статье 19 гражданского кодекса вытер свои булки. Но раз он вытер свои булки об этот закон, то ему и вправе вытянуть этот закон об его булке. Есть такое выражение. Он хулиганит и мы вправе хулиганит. Сатья 6 гражданского процессуального кодекса равна праве независимо от должности. Он позволяет себе хулиганить. Значит, он не позволяет себе хулиганить. Он же решил с нами поиграть на перске. Ну и мы с ним вправе поиграть на перске. Дальше смотрим. Пункт 2. Наименование суда я уже сказал. Состав суда нету. Секретаря судебного заседания нету. Помощика судьи нету. Отлично. Лица участвующих в деле. И самое главное, заявленное требование. Мы же, Антон подал заявление, в котором указал требование. Ну, да где требование? Вот истец обратился в суд, в котором указал. Он описывает, что он указал. А требование-то где? Требование. Булгакова где? Его нет. Видите, а мы по порядку идем. Истец Булгаков обратился в суд. Заявление, в котором указал. Не указывает, а указал. Он даже здесь путает глагол, если придираться-то. Потому что указывает это глагол несовершенного вида. То есть Булгаков, Антон Николаевич до сих пор где-то что-то указывает. А вот если указал, то уже все. Он совершил действие, указал. То есть в данном случае господин Буррусский не знает даже русского языка, правил русского языка. Он не знает, чем отличается глагол совершенного вида от глагола несовершенного вида. Отличие простое. Глагол совершенного вида указывает на то, что действие совершено, закончено. То есть должно быть. В котором указал Булгаков Антон Николаевич, подал заявление, в котором указал. Смотрите, подал, совершил действие. Указал, совершил действие. Как глагол несовершенного вида. Указывает, подает, приходит к выводу. Приходит, но еще не пришло. Видите, так в решении указано. То есть вот здесь он правильно указал. В решении указано. Уже указано. Действие совершено. На имя, ну, отсутствуют сведения о лице. Указано кратко обстоятельство, на которое ссылается Антон Николаевич в своем заявлении. А требования-то где? А если требования он не указал, а мы с вами любой гражданин в праве взять, прочитать это самое определение и сразу все понять. А здесь ничего не понятно. Двигаемся дальше. Требования он не указал. Отлично. Какие вопросы разрешал суд? Вопрос, о котором выносится определение. Антон Николаевич подал заявление, в котором перед судом поставил вопросы, связанные с неясностью. С неясностью. Он прочитал его решение Буруцкого. Дурадское решение. Идурадское решение, честно говоря. И он не понимает, а что здесь написано-то? Какой-то счет, кем-то открыт. Ведь это же действительно, не понимая, что за решение. Какой-то счет, кем-то открыт. На имя Булгакова открыт счет. И не написано, кем открыт, когда открыт, при каких обстоятельствах, на основании чего открыт. Неясно. Кем открыт? Может, Буруцкий самим открыт? Так вот, в заявлении мы поставили вопросы перед господином Буруцким. И вот на эти вопросы он должен был отразить. Вот мы открываем с вами это определение. Вот оно, определение. Где в нем вопросы, о которых выносится это пример? Вопросы, которые поставил, значит, Булгаков А.Н. перед судом, и по которым Буруцкий выносит свои определения, свои решения. Их тоже здесь нет. А для чего это сделано? А я вам поясню, для чего это сделано. Искажение, да? Вот если он пишет, указывает, а не указал. Это идет, речь идет об искажении информации. Потому что Булгаков уже указал. Он не указывает. Он указал. Он совершил действие. А этот пишет, указывает. Вводит людей в заблуждение. Далее. Если он не написал вопросы, которые поставил Булгаков. Так он должен был тогда сказать, что Искаж Булгаков обратился, указал, но не указал, но не поставил перед судом вопросы, на которые следует дать разъяснение. Поэтому оставляем это заявление без удовлетворения. Но он-то ведь это не указывает. Далее. Смотрим. Вот вопрос. Вопросы он не указал. Двигаемся дальше. Что утверждает? Проверив обоснованность доводов заявления, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. Давайте разбираемся с этой частью определения. Если он проверил обоснованность довода заявления, он должен был сразу же указать, что да, я проверил доводы заявления, установил действительно. Где? Как он говорит? Изучив материалы дела. Да не изучив материалы дела. Он должен изучить как минимум решение свое. И убедиться в том, что да, действительно, в решении содержится сведение о том, что на имя ИСА открыт лицевой счет. Он должен был это отразить. Сказать, да, действительно, в решении эти сведения нашли свое отражение. А сведения о том, что отсутствуют лицы, открывшем лицевой счет на имя ИСА, а также обоснованиях и дате открытия, в этом решении отсутствуют. Вот тогда мы можем только согласиться с тем, что он проверил доводы заявления, их обоснованность. А он это скрывает. Вот я вам сразу, вот прямо перед вами здесь сижу, весь этот документ подробно разбираю. Вот смотрите, мотивы, по которым суд пришел к своему выводу. Какие мотивы-то? В мотивах он должен быть, ну, многих возникает вопрос, а что такое мотивы? Ну, давайте посмотрим 198-я статья, все четко расписано. 198-я статья, что понимается законодателем под мотивами. Вот, мотивировочная часть решения. Фактически не имеет обстоятельства дела, установленного судом. Так они где? Фактически не имеет обстоятельства. Он должен был указать, что да, действительно, в решении фактически имеются сведения об открытии лицевого счета на имя ИСЦА. Фактически в решении отсутствует сведения о лице, открывшем счет на имя ИСЦА. Обоснованиях и дате открытия. Вот, что должен был фактически он указать в своем определении, если этот господин Буруцкий работает в соответствии с законом. Они об***ют публично, занимаются процессуальным самоудовлетворением. Я надеюсь, достаточно подробно я со всеми объясняю. Любому все понятно. Вот я сижу, например, читаю вот эту дурь. А она к нам приходит со всей страны. Со всей страны. И вот все сидят, щеки надувают. Какого хрена вы щеки надуваете? Научитесь понимать документ. Будете сами его разбирать и любого будете ставить в пользу. Где у тебя вот это? Господин Буруцкий, где у тебя сведения об обстоятельствах? Ты же пишешь, что проверил обоснованность довода заявления. Так тогда подтвердили, что ты либо скажи, что в решении отсутствуют эти сведения, либо укажи, что они имеются, эти сведения, в решении. А если ты говоришь про изучил какие-то материалы дела, так ты укажи, какие материалы ты изучил. Решение там, предположим, еще какие-то материалы дела. Мы ведь поставили вопрос не только о том, что отсутствует. Мы поставили вопрос, а где в материалах дела размещены документы, в которых содержатся эти сведения. Мы же не знаем. И у него в решении этих сведений нет. А он это опять в своем определении не указал. Они играют с нами, ребятки. За наши с вами деньги, они с нами играют. Они глумятся над нами. Глумятся. Они просто наши права и свободы вытирают свои ноги. Вот господин Бурлутский с огромным удовольствием вытирает ноги о права и свободы других граждан. Вообще-то, нормально, вот если мужики нормально попытаться, за такие дела сразу рожу бьют. Сразу, сходу. А он, видимо, оскорился за мантией, прячется. Блин. Извините, я иногда тоже не сдерживаюсь, когда вижу. Мало того, что я бы мог согласиться, да, там человек, который не на должности находится и деньги за это не получает. А он деньги получает за наш счет. И любой, и у вас тоже так же. Игорь, деньги получает южанина там у вас или кто? Камалеев. Камалеев, да, южанина в Москве. И там, и в Москве то же самое. Камалеев тут дурку включил. В щеки ходят, набывают судья. Видимо, это, в колхозе получал знания, либо в совке. Как можно совковое знание? Вот разница даже это географическое положение. Сургут, Мариел, Волос. А определения одинаковые? Я про это же. У них такое ощущение, что ду***. Вот набрали судебную. Они говорят, у нас не будет, ребята, работать судебная система, потому что перед нами ду***ки. Вот открываешь документ и читаешь. Ты сразу по документу увидишь, что перед тобой ду***к. Он просто-напросто ду***к. Его близко нельзя подпускать к осуществлению правосудия, а он мантию натягивает. Плечи там развегаются. Чукеды там подкладывают под плечи, чтобы плечи казались такие. Ого, перед нами горилла целая сидит в мантии. Откнешь, а там все. Пресс-попьеда. Попьеда. Кащей бессмертный. Мне Бурлуцкий тоже не нравится. Би***й его. Не, его не надо бить, его надо просто в хорошие такие объятия взять. Да. И прижать по себе. Я так, я так чему? Вот надо к этим, понимаете, они, вот как вам сказать, вот они ущербные эти ребятки. Они прямо, знаете, вот они туда пришли и, как бы, вот их научили гадить. Вот они гадят. За наши же деньги гадят, хорошую зарплату получают. Вот он трясется весь, боится, руки трясутся, заикается, все, но делает, лезет же, лезет, пищит и лезет. Пусть пищит, Игорь, еще раз. Давайте так. Вот, я не знаю, занимались вы буксом. Мне не удалось, но я приходил. Но всегда начинается с чего-то. Когда приходите, вы зеленые, многих вещей не знаете. Пару приемов вроде бы как изучили и думаете, сейчас всех тут это, через плечо покидаете, всех победите. Так ведь обычно, вот такое чувство, когда первое. Но техника должна быть наработана. Это людям сразу говорят. В любом деле должна быть наработана техника. Вот мы сейчас с вами перевернем. Вот пример тоже самое с судьями. Техника, но техника чего наработана? Техника обмана? Техника введения в заблуждение? Да? Техника мошенничества отработана, да? Отполирована до блеска. И они издеваются над вами, над Антоном, над Наилем, над Юрием, над Юрием, ГПН-центр, Нестеренко, над Алексом, вот Крат-164, над Анжелой. Они все издеваются. Ну, давайте вернемся к этому решению. И вот дальше смотрим. Как во-первых, смотри, вот это пишет, но не доказывает. Из чего мы делаем вывод, что он просто пишет. Написал, и мы должны ему верить. Да не должны мы ему верить, не обязаны. Мы обязаны все проверить. Далее приводит норму. В случае неясности решения суда, суд, принявший его по заявлению лиц, участвующих в деле, вправе разъяснить решение суда. Все вправе. Не изменяя его содержание. Вот, то есть не изменяя содержание. Ну, хорошо. Если он укажет, что в решении отсутствует сведения о имени, значит, о лице, открывшем этот лицевой счет, а также об основаниях и дате открытия, он изменит содержание или нет, Игорь? Нет, не изменит. Как он может его изменить? Скажет, да, действительно, в моем решении отсутствуют эти сведения. Он дополнит просто и все. Он дополнит. В моем решении эти сведения отсутствуют. Изменит он решение свое? Нет, не изменит. Он скажет, да, в этом решении, я соглашусь в этом решении. И тут все становится на свои места. Да, действительно, эти сведения отсутствуют, ну, и значит, с этими вопросами следует разбираться. Они должны быть, но их нет. Ну, да. А далее он, разъяснение решения допускается. И условия, когда разъяснение допускается, если оно не приведено в исполнение, не истек срок, в течение которого решение может быть принудительно исполнено. Два условия. Не приведено исполнение и не пресек срок, в течение которого может быть принудительно исполнено. А он уже говорит, а смотрите, вот что делает. Он прочитал эту норму, а теперь смотрите, что он пишет. Разъяснение решения суда производится в случае неясности. Далее, в случае неясности у кого? У него? У кого? По заявлению лиц, участвующих в деле. Ну? Он начинает здесь интерпретировать противоречивость и нечеткость решения суда. Где в данном случае написано про противоречивость в статье 202? Где про нечеткость написано решение суда? А далее смотрите, что он делает. Заключается в более полном и ясном изложении тех частей судебного акта, которые подлежат принудительному исполнению. А это где? В статье 202-то написано. Перед вами, извините, ребятки, это мошенник в мантии. Он подменяет смысл нормы. Подменяет. У вас на глазах он это делает. А вы ноги вот посидите, читаете и не видите этого. А вот здесь есть простое. А где эти слова-то? Где написано? В полном изложении тех частей судебного акта, которые подлежат принудительному исполнению. В какой части 202 статьи это написано? Мы ведь все читать умеем. Далее начинают объяснять. Основания, по которым суд принял вышеуказанное решение, изложены в мотивировочной части решения суда. Мы ставили перед ним вопрос о том, где изложены основания, по которым суд принял вышеуказанное решение. Если бы мы этот поставили вопрос, то тогда вот здесь, да, перед проверив обосновки, он должен был указать вопрос, о котором выносится определение. Его здесь нет. Понятно? И он говорит, значит, он нам что делает? Он начинает нам забалтывать. Он начинает, извините, вешать нам лапшу на уши. Мы поставили перед ним конкретный вопрос. Мы не задавали ему вопрос об основаниях, по которым он принял указанное решение, и где они изложены. Решение в соответствии принято по тригisierung заявленным судом высказанного заявление. Мы этот вопрос тоже перед ним не ставили. Мы перед ним не ставили вопрос о том, удовлетворение иска отказано или не. Мы этот вопрос тоже перед ним не ставили. Мы поставили конкретный вопрос. Есть в В каких документах находится сведение лица, открывшим лицевой счет на имени ИСА, а также об основании их дати открытия. Вот мы какой поставили вопрос. А он дальше пишет, таким образом основателей для принудительного исполнения решения у суда не имеется. Да мы не ставили перед тобой вопрос. Имеется основание для принудительного исполнения решения суда или не имеется. Нас этот вопрос совершенно не интересует. Доказательств наличия затруднений не исполняется. Заявительное не представлено. А где написано, что я должен тебе представлять доказательства наличия затруднений в исполнении решения суда? Я задаю вопрос конкретный. Но давай, если он так хочет понять, открыт лицевой счет. Как я могу исполнить решение суда? Я не знаю, кому подать исковое заявление о незаконности открытия на мое имя лицевого счета. Могу я подать такое исковое заявление? А это говорит о том, что доказательств. Так мы этот вопрос и не ставим. Есть у нас затруднение в исполнении решения суда или нет? У нас неясность. Эту неясность должен раскрыть тот судья, который, собственно говоря, и выносит решение. Я выношу свои решения. Я готовлю свои процессуальные документы. Я вам все рассказываю, как я это делаю. А он-то почему этого не делает? Он-то почему? Мы ему про это... Про Фомова нам про Ему. В огороде Бузина, в Киеве, дядька. Вот связи никакой нет. Но с Головушкой не дружит господин Бургутский. У него не все в порядке. Его нельзя допускать к осуществлению правосудия. Он не способен осуществлять правосудие надлежащим образом. А деньги он способен получать. Виктор. Да. Пояснение по 202 ГПК РФ. Получается, он видоизменил закон, то есть он занимается законотворчеством. Правильно я понимаю? Мы не можем сказать, что он занимается законотворчеством. Он занимается не законотворчеством. Он занимается обманом, введением в заблуждение. Он интерпретирует закон. Он же не имеет права интерпретировать и пояснять закон. Совершенно он обязан только его применять. Применять закон. Тут все просто. Есть неясность или нет? Какие обстоятельства в статье 202 ГПК РФ содержатся? Указания на какие обстоятельства? Есть неясность и решение суда? Есть. У кого-то, да, у лиц, участвующих в деле, или у судебного пристава исполнителя. Возникли какие-то неясности? В данном случае у тебя, Антон, возникли неясности на, значит, решение суда. Возникли? Возникли. Ты, он вправе разъяснить решение, не изменяя его содержание. Вправе. И далее условия указаны. Не приведено в исполнение? Нет, не приведено. Может, это и истек срок, в течение которого решение может быть принудительно исполнено? Нет, не истек. Отлично. Давай разъяснять. То, что он там отказал в удовлетворении, да это вопрос десятый. Дело-то еще не разрешено. Дело-то не разрешено. А вопросы-то остались. А раз вопросы остались, мы должны в судебном порядке все эти вопросы, связанные с выяснением обстоятельств. Статья 12. Смотрим статью 12. Вот он даже и здесь нарушает, ребятки. Вы видите, как только начинаешь взаимосвязи в документах видеть, все, на свои места сразу все становится. Смотрите, на него возложена обязанность оказать лицам, участвующим в деле, видите, оказать лицам, участвующим в деле содействие в реализации их прав, создать условия для установления фактических обстоятельств. Мы как раз про фактические обстоятельства-то и говорим. Про фактические. Фактический счет открыт, но непонятно кем открыт, на основании чего открыт и когда открыт. Мы про фактические обстоятельства говорим? Про фактические. Так, а он вместо того, чтобы создать условия для установления фактических обстоятельств дела, чем занимается? А он занимается процессуальным анабориеванием. Он нам впаривает фуфло и думает, что мы здесь вот сидим такие мальчики, да, мальчики и девочки. И наблюдаем, да, и его лапшу не можем отличить, да, от макарон. Ну, смотри, насколько мне известно, он не имеет права интерпретировать закон, а он приводит статью и начинает ее комментировать. То есть, это превышает свои должностные полномочия. Да. Целью вынесения вот этот акт, это акт заведомо вынесенный неправосудный акт, уголовное дело. Я к чему? Он совершает все признаки уголовного преступления, то есть, превышение должностных полномочий, как минимум. Ну, здесь, да. Издание заведомо неправосудного решения. 305-е. Перед, да, перед тобой, я тебе все показал. Если по, еще раз, ведь вопрос, многие задали вопрос, а как определить заведомо правосудное, или, как ты определил, что заведомо неправосудное решение? Так, извините, я вам показываю реквизиты обязательные для данного вида доказательств. Правильно или неправильно? Да, да, да. Реквизиты. Номер дела там. Да, номер дела. Это реквизиты обязательные для данного вида доказательств. Они содержатся в законе. Я вот ничего не придумываю. С мотивами мы разобрались, потому что у многих возникает вопрос, что такое мотивы. Вот она, 198-я статья. Так, все перечислено. И эти, причем, сведения, которые мы, реквизиты, они должны быть фактические, взятые из, конкретно, значит, из документов. Фактические, понимаете, вот здесь наши, фактические иные обстоятельства, установленные судом. Выводы суда, вытекающие из установленных им обстоятельств дела, и доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела. Доказательства-то где? Доказательства – это документ. В данном случае, если он говорит про то, что высказал в решении судебном, есть судебное решение. Судебное решение – это документ. В судебном решении отсутствуют сведения о лице, которое открыло, да, этот лицовый счет. Если мы говорим про доказательства, значит, решение, в общем, вернее, фугольное решение, значит, решение суда. Вот всего лишь. Далее. Принял или отклонил приведенное, видите, доводы в пользу принятого решения. Мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства. Принял или отклонил проведение обоснования требований, возражения, доводы. Доводы у нас указаны. Он их не отклоняет. Понимаете, он даже их не отклонил. Он должен был отклонил приведенное в обоснование своих требований, да, доводы лиц, участвующих в деле. А что это? Где отклонения-то доводов Антона в этом определении? Их нет. Я всего лишь, извините, уважаемые участники площадки, я беру те реквизиты, которые обязательно должны содержаться в принятом решении, постановления, определения, а их нет. И после этого человек сидит и гордо заявляет, что вот это такое у меня правосудное решение. Это заведомо неправосудное решение. Отсутствие какого-либо реквизита, все лишает этот документ юридической силы. А вот здесь сплошь и рядом закон о своей булке вытирает. Умник нашелся. Получается, согласно вот этой статье, он делает выводы суда, вытекающие из установленных им обстоятельств. А он не из обстоятельств, а он из закона выводы делает. Подожди минутку, давай вот с этим вопросом. Хороший вопрос, Антон. Первое. Он же говорит, что он проверил доводы. Правильно, это вопрос очень хороший. Проверил обоснованность доводов заявления. Где вывод о том, что доводы заявления не обоснованы? Есть вывод? Нет. Вывода-то нет. Он проверил обоснованность доводов заявления. Но вывод о том, что доводы заявления обоснованы, либо не обоснованы, он не сделал. В определении-то ведь этого нет. Зато вывод из закона он позволяет себе сделать. Ну, вот первое. Значит, он проверил обоснованность доводов заявления и стал проверять статью 202. Ну, хорошо, давай проверим. То есть есть требование, соблюдение требований статьи 202, да, предположим. При этом тогда и вопрос должен, были ли соблюдены заявителем требования статьи 202. Вопрос-то должен быть, который он разрешает. при подаче заявления о разъяснении решения суда. Ну, я правильно введу? Я по порядку? Вот опять же мы смотрим с собой. 225-я статья осмотрим. Вопрос какой? Правильно ли? Он уже 202-ю статью проверяет. Ну, давай, смотрим. Выше. Вот он. Пункт 4. Вопрос, о котором выносится определение. Какой вопрос-то здесь разрешает? Ну, мы ставим один вопрос, а он разрешает, рассматривает вопрос о том, соответствуют ли твои действия статьи 202. Соответствует. Он даже бескрайне соответствует. А он начинает здесь чего-то придумывать, какие-то неясности. Это вот у него в голове там что-то щелкнуло, а он тут начинает придумывать. Что-то тут неясность возникла у лица, участвующих в деле. Он подал заявление. Условия, при которых поставленный вопрос, может быть, по которому должно быть разрешение, соблюдены. Все, что тут разбираться-то? А он начинает что-то придумывать, интерпретировать, домыслами подвинять требования статьи 202. Ну, хорошо, давай мы посмотрим заключительную. Можно бы сказать, зачем вы, Виктор Владимирович, придираетесь к этому, значит, все он правильно сделал. Давайте посмотрим, может быть, действительно он правильно. Давай посмотрим вторую часть. Вот он здесь пишет, определение обжаливания подлежит. Ну, он же пишет, Буруцкий. Ну, давай смотрим закон. На 203, вот статья 203.1, он на нее ссылается. Вот мы смотрим. 203.1, правильно? Он на нее ссылается. Открываем, вместе читаем. И определяем, кто из нас. На определение суда может быть подана частная жалоба. Правильно? А он что пишет? Обжалование не подлежит. Да к кому из нас больше верит? Более того, смотрим. Где подпись судьи? Сделай крупнее. Где подпись судьи Буруцкого? Вот она в этой строчке должна быть. Нету. Копия верна. Но если это копия, тогда где скопирована подпись на подлинник, подлинника? Ее нет. Если это подписана копия документа, направленная, тогда правило опять же ставится. Должно быть указано, где находится подлинник этого определения. Лист дела. Дата выдачи копии документа. Где? Тоже нет. А, кстати, мне пришло сопроводительное письмо, то есть по почте то же самое пришло. Хочешь посмотреть сопроводительное письмо? Посмеяться? Опять какую-то дурю написал, да? На почту. Направляю вам копию определения суда 24 июня о разъяснении решения суда. По какому делу? По какому делу? Рога и копыта. Вот, по делу рога и копыта. И подпись. Чья это подпись? Его подпись. Так вот, уровень интеллекта определяется по тому, как человек подписывает документы. Уровень интеллекта. Вот у него уровень интеллекта, мы видим по его решениям. Вот он так подписывает, точно так же и процессуально в документах он решение. У него все, не доучился, знаний не получил. Все колхоза совковая. Где-то, видимо, в подземном переходе купил по дешевке диплом об юридическом образовании. И вот здесь сидит, перед нами щеки надувает. Ну, нет. Обрати внимание. Вы наши же деньги. Обрати внимание, копия определения в одном экземпляре, количество листов не указал. И это тоже. Самое интересное, самое смешное внизу, обрати внимание. А что там? Приблизь. Исполнитель номер телефона, да? Да. То есть... Ну, что... Ну, что, Антон, что скажешь? Если тебе, то она до конца. Это самое последнее. Ты понимаешь, что даже секретаристы это скрывают в свои эфио? Ну, здесь... Причем тут секретарь? Здесь... Меха. А эти документы вообще какой-то... Вот это число, я не знаю, что это обозначает. Это же исполнитель. Код исполнителя или что это такое? Я даже... Ну, можно сказать, что это телефон, но это такое предположение. Мы же не знаем. Исполнитель. Вот здесь фамилия, имя, отчество 834-62-778-124. Как в концлагере, а с Венцем. Угу. Номер телефона я напечатал вот это все. Ну, не, я не знаю, что это номер телефона. Здесь не написано телефон. Здесь написано исполнитель. Ну да. Со скобками истеры. Да. Кто это интересно? У них такой... Вот так это надо задавать вопрос. Здесь указываем исполнитель. Скажите, что это за исполнитель. Фамилию, имя, отчество назовите. Почему? Потому что государственный... Национальный стандарт указывает... Должны быть указаны сведения об исполнителе. Это вот основание. Антон, давай напишем на председателя суда. Пусть разъясняет, что это такое. Что это за исполнитель? Почему? Это что за такое? Машина или что это такое? Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова